Мы уже видим, у нас осталось три закрепа, одного уже нет. Уже вытащили все. Благоустройство еще не завершено, но зато факты мелкого вандализма, небрежной эксплуатации и разбрасывания мусора общественники фиксируют регулярно. Речь о парке «Юбилейный». Напомним, сейчас там проходит третий этап благоустройства. Пару недель назад в «Юбилейном парке» была установлена спортивная площадка. И в эту же неделю уже были скручены резиновые покрытия, выкручены ширупы. И это, конечно, вызывает много вопросов. По словам девушки, это не первый случай вандализма. Пару лет назад в парке пострадала лавочка, была выдрана урна. А накануне подростки расписали входную группу парка неприличными картинками. Однако эти шедевры уже закрасили. Ребята уже начали просто активно эксплуатировать, раскручивать все, что можно. Поэтому навесного оборудования, как видите, сейчас здесь нет, потому что подрядчик опасается, что его снимут еще до сдачи. Это будет работать как и эффекты разбитых окон. Соответственно, если они увидят, что где-то что-то надломано, будут дальше разрушать. А площадки детские, они проектируются с учетом разумного риска. А если будут иметься такие факты вандализма, соответственно, неизвестно, спрогнозировать ничто не может, что там будет улететь с качелей, удариться. Ну и, соответственно, людям нужно будет смотреть за этими объектами самим. Администрации у парка нет. Есть территориальная принадлежность. Часть ответственности лежит на администрации Ленинского района, часть – на Октябрьского. Нас, как общественность, беспокоит очень сильно. И мы хотим привлечь большое внимание к тем, кто приходит сюда в парк, за тем, чтобы они не стеснялись сделать замечание, если видят откровенный акт вандализма. Более глобальные пути решения проблемы общественные деятели парка видят в следующем. Нужен руководитель, нужен будет персонал, маломальский, там где-то завхоз, уборщики какие-то. И плюс надо будет дополнительно закладывать на видеонаблюдение бюджет, потому что те камеры, которые висят, у них зона детекции небольшая, соответственно, они захватывают вот эти части. Добавим спортивные объекты, детские площадки, дорожки. Подрядчик планирует сдать в эксплуатацию 14 октября. Общественники надеются, что до этого момента все это доживет, а не будет раскручено и растаскано на части. Юлия Щепина, Дмитрий Денисов. День с толком. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова